На этих кадрах Татьяна Толстокорова из Мариуполя узнала свою внучку Настю в девочке с косичками и фиолетовыми бантиками. Ролик опубликовала уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова сразу после новости о том, что 108 сирот из Донецкой области отдали в российские семьи. Там моя внучка. Я из Мариуполя. Ребенок был с родителями. Мы их ищем с марта. Историю маленькой Насте Толстокоровой, которую не могут найти две ее бабушки, рассказала издание «Верстка» несколько украинских медиа. Настя с мамой Ольгой и папой Павлом была с начала войны в Мариуполе. В марте снаряд попал в подъезд, где жила семья. Он был разрушен. Но тела Павла Ольги и Насте не нашли. У близких появилась надежда, что они живы. Может, они куда-то убежали. Может, были ранены и их забрали. Мы не знаем. Бабушки Насте вышли на связь с офисом Марии Львовой-Беловой. И после нескольких попыток они все же выяснили. Девочка на видео российского полномоченного по правам ребенка не Настя. Поиски продолжились. В этом лабораторном помещении проводятся сейчас исследования. В соседнем лабораторном помещении проводится также выделение биологического материала, но живых людей. Последняя надежда для родственников, пропавших без вести, сдать тест ДНК, чтобы, если найдут тело, их близкого опознали. Для родственников, на самом деле, лучше, чтобы не было сбега. Потому что они верят, что он или жив, или в полоне, или вот сейчас прийдет. Поэтому такая двоякая ситуация. В группах, в телеграме, на фейсбуке и в вайбере тысячи объявлений о пропаже людей. Ищут любые свидетельства о близких. Я ездил по всем окрестным селам, размещал объявления в фейсбуке, в телеграме, в вайбере, во всех группах. Там 450 групп, в которых я разместил объявления. И люди перепощивали, но маму до сих пор не нашли. Сергей Дмитрук из Киева. Его мать, 76-летняя Светлана Дмитрук, пропала 9 апреля. Она жила в селении Гроши в Киевской области, это Бучанский район. С начала войны перебралась к дочери в Киев, а когда российские войска ушли из Киевской области, вернулась домой к мужу. 9 апреля она вышла в сад и больше не вернулась. У Светланы деменция. Леса, которые находятся между селами, они были заминированы. Эти леса не пускают, потому что там необходимо провести разминирование. Людей туда не пускают. И я боюсь, как бы она ни пошла в такой лес, и там с ней что-то случилось. Приходит мысль, что, может быть, ее пересадили в автобус, потому что люди в то время эвакуировались на Запад. И на Запад выпускали людей даже без документов. У нее с собой никаких документов не было. Пока искал мать, Сергей потерял отца. Тот скончался полтора месяца назад, переживал из-за жены. Сергей просит любого, кто видел женщину, похожую на его мать, связаться с ним по этому номеру. Если это люди в возрасте, у которых кнопочные телефоны, и у которых нет вайбера, ватсапа, они не знают, что такое интернет, то таких людей очень много. Вот в тех же группах, в которых я до сих пор состою, потому что я тоже мониторю, постоянно кто-то размещает объявления о том, что ищем бабушку, ищем дедушку. Отец Светланы, Виктор Кузнецов, не уезжал из родного села под Северодонецком с начала войны, несмотря на постоянные обстрелы. Ухаживал за животными, которые остались без хозяев. Последний раз говорил с дочерью 28 апреля, а потом связь пропала. Три недели я более-менее была спокойна, потому что понимала, что все в такой ситуации, и не только он, да, все знакомые, все были без связи. И когда появилась информация о том, что поселок Метелкино полностью разбомбили, да, вот здесь вот я начала уже сильно нервничать, потому что появилась информация, что люди выезжают как на территорию ЛНР, ДНР, так и в Россию. И частично кто-то выезжает в Украину, мы тогда начали искать списки, вообще думает, вдруг папа выезжает, да, и мы его где-то сможем поймать. Только спустя два месяца поисков Светлана узнала, что с ее отцом. Когда уже зашли горки, и можно было заехать на ту территорию, то моя подруга еще с детства, она чисто случайно увидела папу. Вот, она просто увидела, он шел по дороге, да, она подбежала, и тогда первое видео она записала, оно было жутко страшное, потому что он там стоял, руки сзади, он был очень худой, потому что все это время они действительно находились без доступа к воде, к еде. И вторую часть села полностью действительно разбомбили, он находился дома, он никуда не выезжал, не выходил. У него на улице, по-моему, около пяти домов только целые. Сейчас там связь уже той стороны, Лугаком, да, он с кнопочным телефоном, выходить на связь он не может, с Лугакома можно звонить только на Лугаком. Вот, поэтому он, если кто-то к нему приезжает из знакомых, у кого есть вайбер, ватсап, мне записывают видео, сообщения. Теперь она планирует вывезти его с оккупированной территории, но сделать это безопасно очень сложно. Очень сложно нам контактировать с оккупированными территориями, там очень многие пропали без вести. И сейчас акцент мы делаем на юге и востоке, потому что люди звонят, а там связи нет. Есть люди, которые сидят в подвалах, без связи, без еды, без всего. А Буча, Ирпень, Гастомель – это просто даже не обсуждается. Есть люди, которых с начала войны, с 26 февраля, мы не можем найти. Преимущественно тела находятся. Но это тела тех, кто был убит и закопан в лесах. Есть истории, которые я лично знаю, лично знаю людей, по принуждению вывезенных из Мариуполя. Им сказали, если вы хотите жить, то изжайте, пожалуйста, в Россию. Искать пропавших без вести помогают не только государственные службы, этим занимаются и волонтёры. У нас такая есть горячая линия. Операторы сидят и принимают звонки, и чем могут, помогают. В первую очередь информационный розыск мы сейчас ведём. Потому что все в интернете, все в Фейсбуке, в Телеграме. И мы таким образом распространяем информацию, чтобы никто не ждал трое суток. Если вы знаете и видите, что нет человека, обращайтесь в полицию. Мы также коммуницируем с полицией. У нас сейчас в розыске меньше людей, но всё равно. На данный момент больше тысячи людей только у нас в розыске. С начала войны в Украине пропали тысячи человек. Точное число назвать невозможно. Звучат цифры от 7 до 20 тысяч. Большинство из них военные, погибшие или оказавшиеся в плену. Но многие – это мирные жители. Дети, взрослые, старики. Редактор субтитров А.Семкин